Настоящий переговор это только те, в которых примет участие Медведчук и Янукович. На российском ТВ в очередной раз объяснили россиянам, за что они воюют и погибают на позорной войне в Украине. Оказывается, все это ради того, чтобы вернуть во власть Януковича и Медведчука. Об этом достаточно откровенно рассказал в программе Ускобеевой придворный кремлевский политолог Сергей Марков. На эфире он раскрыл условия, которые Россия выдвигает на переговорах Украине. Каковы наши условия? Полная нейтралигия Украины и полная ликвидация последствий государственного переворота, произведенного 2014 года. То есть все запреты на русский язык должны быть сняты, все запреты на православие и создание вот этих, так сказать, искусственных следов православных сект на базе БЦО должны быть тоже сняты. Это должно быть нормальное возвращение, насколько возможно. В том числе все запреты на передвижение, на дружбу с Россией. Не понял только, о каких запретах на дружбу с Россией он говорит. После всего того, что Россия тут натворила, после того, как она стерла с лица земли целые города, убила тысячи гражданских, а миллионы сделала беженцами, думать о дружбе с Россией в Украине может разве что психически больной человек. В этом смысле дружбу с Россией в Украине невозможно запретить в принципе, как невозможно запретить то, чего и так нет в природе. И, очевидно, при жизни нынешних поколений уже не будет. На данный момент практически в каждой украинской семье есть либо родственник, либо знакомый убитой российской армии. И они при этом думают, что украинцы будут с Россией дружить? В таких условиях? Но дальше там началась кульминация. Марков заговорил про Януковича и Медведчука. И, в общем-то, назвал реальные цели путинской войны. Настоящий переговор это только те, в которых примет участие Медведчук и Янукович. Нравятся вам, не нравятся они? Наконец-то объяснили, что такое деноцификация. Это когда кума Путина очень нужно к кормушке вернуть. Фактически, россиянам прямым текстом заявили, что вся эта война, все эти потери, гибель людей, огромные финансовые траты, огромные репутационные потери, это все ради того, чтобы в Украине двух престарелых воров снова впихнуть во власть. Причем этих престарелых воров презирают и ненавидят не только в Украине украинцы, но их и в России же все презирают и ненавидят. Тем не менее, выживший из ума российский диктатор так и продолжает с каким-то необъяснимым упорством пихать этих банкротов назад Украине, просто впихивать и напаривать украинцам. От такого признания ошалела даже Скобеева, которая стала возражать Маркову и говорит, слушайте, ну от Януковича и Медведчука уже просто всех тошнит. Может, вы все-таки кого-то другого наконец-то найдете? Но только если люди, которые... Давайте вот это вот тезис спорный, проехали, они где-то живут, у них говорят все хорошо, пущай там и остается. Я хочу сказать, что настоящий выбор это только те выборы на Украине, в которых свободно могут участвовать люди, которые на Украине говорят, давайте мы за то, чтобы объединиться с Россией. Без участия таких политиков никакие выборы на Украине не могут считаться... Просто эти люди не обязательно называются Медведчук и Янукович, имея в виду бэкграунды одного и другого, имея в виду те сложности, которые они организовали и нам, и честно говоря Украине, просто это было бы не очень справедливо. Вот этот диалог наглядно иллюстрирует полную несостоятельность и полное банкротство нынешнего российского режима, который оказался не способен вообще ни на что, кроме как силой навязывать двух престарелых 70-летних воров и неудачников, отвратительных вообще всем. Вот реально вообще всем. Потому что я не знаю ни одного человека по обе стороны фронта, который бы реально уважал Медведчука и Януковича. Ну искренне, не за деньги. Понятно, что какие-то пропагандисты за деньги могут их, конечно, хвалить, но в реальности не существует человека, который бы искренне говорил, да, Медведчук молодец, какой он талантливый, как он классно построил партию, как он классно проводил политику, потому что все понимают, что Медведчук это просто вор, банкрот, абсолютный лузер, который провалил просто все, что мог, и, соответственно, у него нет никаких вообще достижений, только все плюются в его сторону. Тем не менее, важнейший показатель, что Кремль за все время, обладая колоссальными ресурсами, просто неограниченными деньгами, имея возможность, ну просто все купить, да, привлечь любых специалистов, не создал вообще ничего лучше, чем Медведчук и Янукович. То есть не создал вообще ничего привлекательного, не создал вообще никакой идеи, которую не нужно было бы навязывать силой, как нормальное прогрессивное государство, как те же страны Запада, если они создают привлекательные идеи, которые захватывают людей, да, которые искренне людей увлекают, то Россия способна только вот ракетами, шантажом, каким-то насилием навязывать двух старых лузеров, которые уже рассыпаются, они там в маразме, им уже там одному 70 лет, другому за 70 лет, и вот эта Россия с ними носится, потому что ничего другого она создать не способна, и именно поэтому вот этот эпизод, он наглядно показывает, почему Россия все равно проиграет, почему Путин провалится, потому что он вообще не способен тупо ни на что, кроме как навязывать каких-то двух банкротов, и, конечно, невозможно выиграть, имея на руках такие карты, как Янукович и Медведчук. Друзья, подпишитесь на канал, если не подписаны до сих пор, обязательно оставляйте лайки и комментарии, это позволит видео получить больше охват, как бы больше людей его посмотрят, ну и, соответственно, больше людей увидят это убожество нынешнего кремлевского режима и узнают правду о том, что Россия вообще творит в Украине. Как вы знаете, утро началось тревожно. Посмотрите, Москва-Сити, гражданский объект, в котором не только находятся офисы, бизнес-центр, но там находятся и жилые помещения, большое количество жилых квартир, жилых помещений, а также административные здания. Очнулись. Потребовалось четырежды за восемь дней ударить по Москве, прежде чем российская пропаганда перестала делать вид, что ничего не происходит, и начала хоть что-то из себя на эту тему выдавливать. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин написал у себя в Твиттере несколько беспилотников. При попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Информации о пострадавших нет. И уж тем более информации о какой-либо панике вообще нет. Но вот только обитатели центра Москвы почему-то эвакуируются в Сибирь. В прямом смысле. Мы приняли решение улететь отсюда. Так будет спокойнее для нас, для нашего состояния. Мы просто спокойно взяли билеты и улетаем. Привет! Я Арсен Цымбалюк, ведущий 24-го канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня мы разбираем, как Великая Держава реагирует на удары под центром принятия решений в Москве. Матушка! Неужели мы это проглотим? Кстати, вы знаете, какое название носят беспилотники, атакующие Москва-Сити? Москву, вероятно, атаковали украинские дроны «Бобер». Совпадение? Не думаю. Ставьте лайк этому видео, если хотите, чтобы боброедка Симоньян, да и вся ее многоглотальная матушка, глотнули как можно больше позора, который им несут украинские бобры и другие десятки видов беспилотников, поступающих на вооружение украинской армии. Призываю вас также поделиться в комментариях своими впечатлениями от бомбардировок российских министерств. Ну и, конечно, делитесь этим видео у себя в социальных сетях для того, чтобы усилить эффект от этих событий. Поехали! Итак, эта новая страница в истории бомбежек Москвы началась 24 июля 2023 года. В то злосчастное для имперцев утро атаке подверглась группа зданий, принадлежащих российскому генштабу. В одном из них находилась штаб-квартира разведчиков-нелегалов, то есть шпионов, которых Россия распихивает по разным странам мира. В другом — офис хакерской группировки «Фэнси Бэр», работающий под руководством того-таки главного разведуправления российского генштаба. Хотя о поражении объектов Минобороны кремлевская пропаганда почему-то не сказала ни слова. Российские медиа сконцентрировались на соседних магазинах, которые тоже за дело. Магазин «Мацандра», в котором выбыли стекла в результате атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве. Тут с российской пропагандой трудно не согласиться. Ведь очевидно, что выбирая между объектами российского Минобороны и продуктовыми магазинами, любой противник концентрировался бы именно на продуктовых. Нет никаких сомнений, что Украина и поддерживающие ее страны НАТО своей главной целью в этой войне давно считают демагазинизацию России. А теперь попробуйте угадать, часто ли российские пропагандисты в своих сюжетах упоминали, что все эти объекты находятся в 200 метрах от главного здания российского Минобороны. И сказали ли они, что не имеющий аналогов зенитно-пушечный комплекс «Панцирь», который Шойгу с Герасимовым от страха заволокли фактически себе на голову, на крышу здания Минобороны и Генштаба, вот что этот «Панцирь» даже не шевельнулся во время пролета дронов над Москвой. Нет, ни о чем таком российские пропагандисты не рассказывают. Это все часть плана, в соответствии с которым идет специальная военная операция. Вы еще не поняли, но на самом деле здания российского Минобороны в Москве хитро отвлекают на себя дроны, которые могли бы быть задействованы на фронте и нанести по-настоящему страшный удар России. Потерь в вооруженных силах России нет. И, кстати, я не то чтобы преувеличиваю. Российские пропагандисты действительно называют удары по министерским зданиям «победой российского оружия». Послушайте, что они несли после первой атаки на Москва-Сити. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО на территории Одинцовского района Московской области. Еще два подавлены средствами МРЭП. И, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. Понимаете, да? Вот так теперь выглядят потери управления и крушение на территории комплекса нежилых зданий. А мы-то с вами думали, что это целенаправленный удар по строению, где располагается сразу шесть российских центров принятия решений, включая три министерства. Вот наивные! Не догадались, что это всего-навсего какое-то нежилое здание, а попадание в него было крушением. Второе попадание в то же здание в российском Минобороны креативно объяснить уже не смогли. Поэтому попытались выдать это за совпадение. Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО на территории Одинцовского и Нара-Фоминского района в Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. И, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. Представляете, два раза подряд потери управления и крушение в одной и той же точке. Четко в том самом здании, где расположены Министерство эконом-развития, Минпромторг, Минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт. Совпадение? Да, совпадение. Но, конечно, к сожалению, не вся российская пропаганда настолько же примитивна, как блаженный из их Минобороны. Потерь в вооруженных силах России нет. Днем, когда стало ясно, что даже российские массы не верят ни в какие совпадения, очнулся Песков, вышел на связь и начал демонстрировать бурную деятельность. Если после первой атаки он традиционно чесал о том, что он ничего не знает, и уж тем более Путин ничего такого не знает и не имеет к этому никакого отношения, потому что это, вообще-то, не компетенция Кремля. Ну, вы меня спрашиваете вещи, которые относятся к компетенции специальных служб, тех, кто занимается и противовоздушной обороной города, и расследованием подобных преступлений. Вот, поэтому я не могу вам в данном случае ответить. Это должны именно информацию предоставлять специальные службы. А вот уже после второго удара по Москва-Сити выяснилось, что все-таки угроза существует. Более того, для Пескова с Путиным она все это время вообще-то была очевидна. Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются. В старые добрые времена Песков должен был тут еще обязательно промяукать, что Путин лично поручил принять эти самые меры по защите Москвы от беспилотников, взял ситуацию на президентский контроль и вообще приказал всем вражеским беспилотникам срочно сдаваться в плен. Но не те уже времена для Путина и для Пескова. Кремлевский рупор прекрасно понимает, что никакую ситуацию, никакой Путин под контроль не возьмет, что беспилотники будут летать над Москвой только чаще, и бить будут еще намного более интенсивно и больно. Поэтому Путин в пропагандистском скулеже о беспилотниках на всякий случай даже не упоминается. Следующей в бой с реальностью вступила представительница российского МИДа и по совместительству легенда борьбы с вертолетами Мария Захарова. Ее удалось поймать и вытащить в эфир только на следующий день после второй атаки на Москва-Сити. Сделал это ее большой поклонник Владимир Соловьев, который непосредственно перед началом этого интервью что-то долго делал в туалете. Мария Владимировна Захарова, директор департамента информации и печати, официальный представитель МИДа России, умница, красавица и госпожа посол. Ваше высокопревосходительство, рад вас приветствовать в эфире. Да, судя по хриплому голосу, стеклянным глазам и размазанной по правому глазу туши, по состоянию на полдесятого утра официальный представитель российского МИДа спать еще не ложилось. Да, доброе утро. Ну, понятно, что оно обращено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка. Помните, как еще, ну, наверное, год назад от этих слов морщились все? Помните, как все морщились? А Захарова уже давно не морщится, потому что стаж. Вы тут не размывайте нам тосты, ладно? А теперь давайте серьезно разберем слова этой не факт, что трезвой, но все же официальной представительницы российского МИДа. Ведь все оценки, которые были даны об экстремистской сущности, не только нацистующей, не только профашистской сущности киевского режима, но и, очевидно, террористической, экстремистской, мы говорили давно. Захарова пытается вдолбить в голову россиянам, что украинская власть – это якобы террористы. Я даже не буду лишний раз напоминать о ежедневных и, более того, ежечасных террористических атаках России относительно украинских граждан, в первую очередь мирных граждан. Вы это и так прекрасно знаете, если хоть немного интересуетесь новостями. Сейчас я предлагаю на эту ситуацию посмотреть глазами российских масс, которые смотрят этот эфир. Что же это такое получается? Получается, что власть в Киеве уже целых 10 лет как террористическая. Из них 8 лет она методично бомбила контролируемую Россией часть Донбасса. Полтора года назад Россия начала специальную военную операцию против этих так называемых террористов. Но они мало того, что продолжают прекрасно себя чувствовать, но теперь они еще и бомбят Москву. Они делают ставку на экстремистские методы. Они превратили себя в террористический режим. Но тут волей-неволей у любого, даже глубинного россиянина возникает вопрос. Так может, Путин что-то делает неправильно? Раньше ответ на этот вопрос давал Гиркин и компания. Да, Путин не прав, но только в том, что он отправляет на фронт слишком мало пушечного мяса. Для победы нужно срочно объявить всеобщую мобилизацию. Но Гиркина и компанию, как известно, прикрыли. Теперь некому давать ответ на вопрос, что же пошло не так. Почему великий Владимир Васильевич Путин не в состоянии победить какую-то горстку слабых террористов? В связи с этим чувство опустошенности, чувство разочарования теперь посещают даже головы самых, казалось бы, отпетых путиноидов. Захарова, к счастью, этого еще не смекнула. Поэтому лишь продолжает это состояние усиливать, зачем-то сравнивая беспилотные удары по российским центрам принятия решений с атаками террористов Аль-Каиды на башни-близнецы в Нью-Йорке. 9-11, как говорят американцы, соответственно, 11 сентября башни-близнецы. Да, колоссальное количество жертв, но методология-то та же самая. А, то есть в Москва-Сити прилетели не беспилотники, а гражданские самолеты с сотнями пассажиров на борту. Понятненько. В этот момент, кстати говоря, у Захаровой в прямом смысле пошла пена изо рта, так что нам с вами не стоит удивляться тому, что она несет. Разве не так делает Зеленский, его головорезы? Ровно так же. Давайте посмотрим другой пример. Но вот правда в Кремле бреда Захаровой не оценили. Осознав, что эта риторика не помогает Путину, а наоборот дискредитирует его, потому что никакой всеобщей мобилизации Путин объявить не в состоянии, из своей норы снова вылез Песков и буквально перечеркнул абсолютно все, что было сказано Захаровой. Песков отверг аналогию между ударами по Москва-Сити и 11 сентября в Нью-Йорке. В Кремле отказались увидеть связь между ударами террористов по зданию Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября и атаками беспилотников на правительственную башню Москва-Сити, где расположен ряд ведомств. Вот такое происходит всегда, когда российская пропаганда не успевает отреагировать на новый этап войны, не успевает сориентироваться в пространстве, понять, что ей выгодно, а что наоборот бьет по Кремлю. Именно в этот момент, когда пропагандисты только проводят анализ, только пишут новые методички, когда они все еще выдумывают, как вот теперь отбрехиваться, тут-то и становится очевидной всему миру абсолютная беспомощность путинского режима. Посмотрите, сначала российская Минобороны сообщает, что все беспилотники планово сбиты, или по крайней мере сбиты с курса. Потом выясняется, что угроза от них все-таки существует, да и вообще она очевидна. Дальше Захарова поднимает градус риторики и проводит абсолютно абсурдную аналогию с 11 сентября. Но тут снова-таки оказывается, что это плохая стратегия, и пропаганда опять опровергает сама себя. Заводили нас за нос, обманывали. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. Но комичнее всего в этой ситуации выглядит самое низкое звено российской пропаганды. Так называемые блогеры-миллионники, которые, ну, вроде как общаются со своей аудиторией на отвлеченные темы. Но, конечно, когда надо, Путина облизывают с нужной стороны. В этой ситуации указание, куда именно лизать, не поступило. Зато поступил адреналин, чувство страха. Беспилотники начали регулярно взрываться в непосредственной близости от излюбленных богатыми российскими блогерами дорогущих апартаментов Москва-Сити. Поэтому они начали в панике собирать чемоданы и скупать билеты на самолеты, чтобы улететь подальше от так горячо любимой столицы. В панике, но в то же время без паники. Я не любительница разводить каких-то демагогий, каких-то паник. Я, наоборот, всегда как бы за то, чтобы поддерживать друг друга и так далее. Я просто держу вас в курсе, что, ну, у нас вот так. И уже ни для кого не секрет к этому часу, да, что в Сити уже второй раз такая фигня. Мы приняли решение улететь отсюда. Так будет спокойнее для нас, для нашего состояния. В нашем соседском чате тоже никакой паники нету сейчас. Можно посчитать, сколько раз за это короткое видео, за эту стори, она рассказывает своим подписчикам о том, что паники нету. Все спокойно, никаких истерик. Кто-то собирается уезжать, кто-то остается. Ну, как бы у нас вот так. Про наше состояние, если говорить сейчас, мы тоже вообще не паникуем. Никто вообще не паникует. Просто все берут билеты в Сибирь. Конкретно эта персоналия в своей следующей истории призналась, что летит в Кемерово за три с половиной тысячи километров от Москвы. И это, кстати, не самый худший вариант. По большому счету, всем россиянам, живущим вблизи военных объектов или, не дай бог, центров принятия решений, стоит подумать о переезде куда-нибудь подальше. Мамуль, мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Причем эта эмиграция будет продолжаться ровно столько, сколько будет длиться развязанная Россией война. Война, спонсируемая именно российскими налогоплательщиками. Поэтому для очистки совести, если она есть, рекомендую выезжать за границу, чтобы не спонсировать эту войну. Также призываю всех россиян, особенно москвичей, уже сегодня в знак благодарности становиться на колени перед теми, кто запускает эти самые дроны. Почему? Ну, во-первых, потому что они программируют беспилотники таким образом, чтобы они взрывались только там, куда они летят, куда они направляются. И не взрывались ни в каких других местах. То есть, даже когда ваши бравые солдаты сбивают беспилотники с курса или подбивают их стрелковым или другим оружием, эти дроны просто падают и не взрываются. Хочу напомнить, что российские операторы дронов так не делают. Потому что своих дальнобойных дронов-камикадзе у них, во-первых, нет, а те иранские, которые они используют, программируются абсолютно террористическим способом. С целью нанести как можно больше ущерба хоть кому-нибудь на территории врага. Я уже не говорю про российские ракеты. И я уверен, что если бы Россия была в состоянии изобрести собственные дальнобойные беспилотники-камикадзе, что она напичкивала еще большим количеством элементов, которые поражают все вокруг. Именно так бы это выглядело. Вот в этом и есть отличие России от Украины. Россия – это государство-террорист. И чем раньше до всех это дойдет, тем лучше. Ну и, во-вторых, падать в ноги операторам стоит еще и потому, что удары по зданиям российских министерств, которые сейчас наносятся, приближают окончание войны и освобождение не только Украины, но и порабощенных народов России. Ну а еще окончание войны и победу Украины приближают ваши донаты. Фонд 24-го канала продолжает усиливать помощь вооруженным силам Украины. Давайте вместе очищать украинскую землю от российских нацистов и демилитаризировать российскую военную машину. Вот QR-код, а под видео ссылка. И то, и другое моментально переносит вас на сайт фонда 24-го канала. Там можно помочь защитникам и защитницам Украины всего в пару кликов. Также не забудьте подписаться на наш YouTube-канал и на отдельный канал разбора помета по ссылке в описании. И, кстати, там же ссылочка на мой личный канал, где мы с подписчиками и подписчицами общаемся напрямую. Как всегда, приглашаю. И до встречи в следующих выпусках. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!